Гордый народ гномов всегда жил по своим правилам, считая себя гораздо выше остальных народов, не говоря уже о вечных распрях между кланами. Так продолжалось многие поколения монархов, пока 24 года назад в совместной войне кланов против нежити один гном не перевернул представление о чести и доблести среди гномов. По окончании сражений новоиспеченный король Гуннер Добродушный зная какой ценой досталась победа, из года в год стал созывать кланы, чтобы почтить великого героя и забыть о распрях хотя бы на один день. Священный пир, во время которого гномы забывают обо всех распрях. Все кланы встречаются в священном зале, дабы почтить великого героя и попытаться наладить друг с другом отношения. Но есть и те, кому сдерживаться непросто, ибо между кланами чаще происходят потасовки, нежели дружеские посиделки. Эта история начинается здесь. НОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КРОВЬ И ЧЕСТЬ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВЕЧНЫЕ ПУЗЫ Слушай, зачем нашему королю лошади? Наши воины на них не ездят. Ты сам заответил на свой вопрос, дурень. Это лошади короля. Любит он их. Они не для кавалерии. Меньше слов, больше дела. Закончим тут побыстрее, еще успеем наполнить желудки. Это же пир. Ты, пожалуй, прав. За дело. Да когда же он, наконец, прожарится? Перестань ныть! Кабана жарить, это тебе не тролль одувасить. Тут тонкий подход нужен. Переворачивай, вот так, чтобы прожарился хорошенько. Да верчу я, верчу! Что? Да ты и ворка в упор не попадешь. Зачем мне с тобой соревноваться? Клянусь бородой, кто-то стросил. Расставляй мишени и готовь мне пиво, неудачник. Брешешь! Хочешь и верь, хочешь не и верь, но я пристрелил дракона из этой красавицы. Ух, от сколько пороха ушло! Ну, коли так, то выпивка с тебя! Ха-ха-ха! Да мы скорее в этом фонтане искупаемся, чем признаем твое ружье лучше нашей мортиры. Это не ружье. Это пьянка. Будьте повежливее. Она очень чувствительная. Кто сказал пьянка? Не пьянка, а пьянка. А черт с вами. Как же меня выворачивать от мысли, что все, кто мешает нашему клану править, собрались здесь. Клянусь молотом. Если бы не традиции Друнвара, никто бы из них не пережил эту встречу. Лорд Бреннан, только скажите, и мы от них мокрого места не оставим. Остынь, Гранд, и хлебниками до ухи. Потому как здесь не то, что убивать. Даже косо друг на друга посмотреть нельзя. Что ж, на один день можно нацепить эту дурацкую улыбку. А выглядите воба. Есть! Лорд Годрик, я все время замечаю, что на вас то и дело посматривают. Спокойно, Гаррет. Мы, гномы, совсем забыли, что такое доверие, все время думая о гордости. Друнвар для того и существует, чтобы это исправить. Я, Друнган и Король это понимаем. В отличие от других лордов. Не беспокойтесь, воины. Традиции Друнвара запрещают браться за оружие. Ладно, хватит об этом. Лучше скажите мне, где Варик. Последний раз я видел его у фонтана с двумя стариками-мортирщиками. Наверняка опять хвастается объемкой. Да, в этом весь Варик. Сыновья мои, пора начинать. Воины, я рад приветствовать вас в священном месте. Каждый год мы чествуем великого воина Друнвара, который увековечил себя в нашей памяти своим подвигом. Он был одним из последних членов клана Буря Рожденных. И когда он услышал зов битвы, то не смог отвернуться от своего народа. Проклятая нежить не знала усталости и превосходила нас числом десятикратно. Мы бились вместе, но мы не были единым целым. Ибо ненависть кланов друг к другу всегда застилала взор ненавистной пеленой. Мертвые пробили в стене брешь. Отступать было некуда. Но у него был выбор, сражаться или умереть. И он сделал выбор. Решил сражаться за своих товарищей. За тех, кого он не знал. За тех, кто был не из его клана. За тех, кто в нем нуждался. Не колеблясь, он прыгнул в пасть самой смерти. И оттолкнул нежить назад так, что те начали падать с обрыва. Однако сам он не смог устоять и вместе с мертвыми упал в пропасть. Больше его никто не видел. Знаете же, воины. Эта честь превыше всего. Не отворачивайтесь от тех, кому нужна помощь. Так однажды помощь может понадобиться вам. Беруйте, воины, и чтите память великого Друмвара. Повторюсь еще раз. Я рад вас всех видеть. О, могучие владыки гномов. Это великая честь для меня. Находиться рядом, мой король. Как и для меня, славный Годрик. Как и для меня. Да к черту этот этикет. Гуннар, как же я рад тебя видеть, старый ты черт. Ха-ха-ха-ха. Да, мой друг, мне очень сильно не хватало твоей прямоты. Рад тебя видеть. Рад видеть вас в добром здравии, король. Замечательная речь. Благодарю тебя, корок, за добрые слова. Приятно видеть тебя и твоих воинов здесь тоже. Мало кто из лордов пришел сегодня. Но ты, Брэннон, меня приятно удивил. О, да, мой король. Я и мои воины будем рады остаться и отдать дань великому герою. Я рад это слышать. А теперь, друзья, позвольте мне представить вам моих сыновей. Калиба и Бьерна. Мою гордость и надежду. Они молоды, но уже вполне неплохие воины. А так как я слышал, что у многих из вас сейчас проблемы, я хочу, чтобы они помогли вам. Однако сыновей у меня лишь двое, и поэтому помочь я смогу не всем. Дункан, старый друг, может тебе понадобится помощь моих сыновей? Спасибо, Гунар, но проблем с нежитью у меня уже почти нет. А вот Годриху и Корагу, я думаю, может понадобится ваша помощь. Он прав, Гунар. В последнее время нам часто стали досаждать орки, и я бы не отказался от небольшой помощи. Ни слова больше. Калиб, сын мой, наш друг нуждается в помощи. Будь добр, не откажи ему в ней. Конечно же, отец. Я не откажу лорду Годрику в его просьбе. Что касается тебя, Кораг, я надеюсь, ты не откажешься от помощи моего старшего сына Бьерна. Возможно, твой сын неправду может оказать мне услугу. Бьерн! Я все понял, отец. Считайте, неприятностей лорда Корага уже нет. Бреннан, если хочешь, мои сыновья следом помогут и тебе. Нет, король. Мы обойдемся своими силами. Хм, ну что ж, да будет так. Так, лорды, оставьте нас с Годриком наедине. Что тревожит тебя, мой друг? От твоих глаз ничто не ускользнет. Это одно из тех качеств, которые я в тебе уважаю. Но ты прав. Кое-что тяготит меня. Я неспроста отправил Калиба тебе в помощь. А, Курна, я бы хотел, чтобы ты стал для него наставником. Я хочу, чтобы ты помог ему почувствовать свой аватар. Сейчас владеющих этим даром можно по пальцам пересчитать. Но он должен овладеть им, как и Бьерн. Должен! Это важно для нашей семьи. Успокойся, Курна. Ты всегда воспитывал своих сыновей строгости, согласно традициям. Однако один и тот же подход не может быть всегда выигрышным. Будь спокоен. Я за ним не знаю. Спасибо, старый друг. Я снова у тебя в долгу. Знаешь, брат, я всегда хотел быть похожим на него. Честь, доблесть, отвага. Он олицетворение всего этого. Но всякий раз разочаровываюсь. Ведь всего того, за что он боролся, практически не осталось. Это не так, Бьерн. Пока есть ты, отец, я и гномы, для которых эти принципы многое значат, еще можно остановить бесконечные розни в кланах. Я надеюсь на это, Калеб. Но если в нашем мире останутся лишь те, кто дорожит лишь своей шкурой, от нас не останется и мокрого места при первой же опасности. Брат, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я никогда не останусь в стороне, если ты в беде. Взаимно, брат. Завтра ты отправишься в Парфи. Годрик будет ждать тебя там. Мне же предстоит путь во владение корогом. Если честно, не доверяю я ему. Наша задача — уладить конфликт между кланами. Поэтому желательно будет стать более доверчивыми. Ты прав. Похоже, мой младший брат все-таки иногда может утереть мне нос. Как бы там ни было, Калеб, пора прощаться. Удачи тебе в твоей миссии. Как и в твоей брате. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok